Украинского народного депутата Виктора Медведчука на два месяца отправили под круглосуточный домашний арест. Меру пресечения лидера оппозиционной платформы за жизнь избрали в Киевском суде. Сторона обвинения требовала заключения в СИЗО, однако доказать необходимость такой меры не смогла. Что подтверждает, дело, политическое арест или 300 миллионов гривен, то есть почти 11 миллионов долларов залога, избрать одну из этих мер пресечения потребовала Генпрокуратура Украины в отношении Виктора Медведчука. А чтобы глава политсовета оппозиционной платформы за жизнь не смог эти деньги заплатить, его счета, счета его супруги и принадлежащих политику компании еще в феврале заблокировали. Принести огромную сумму наличными тоже нельзя, из-за введенных против Медведчука санкций. Будто бы зная о решении суда заранее, корреспондент принадлежащего Петру Порошенко телеканала спрашивает, Готов ли Медведчук ехать в Сизо и взял ли он с собой вещи? Вы знаете, если повезут, поеду. А тревожный чемоданчик? Вы не волнуйтесь, все будет нормально. В Печерский суд Киева согнали столько силовиков, будто был повышенный риск побега, хотя Виктор Медведчук в последние дни много раз говорил, перед законом он чисто уезжать из страны не собирается. Генпрокуратура обвиняет политиков в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в Крыму. В том самом, где у жены президента Зеленского огромная квартира, а украинские олигархи продолжают вести бизнес. Обвинение зачитало полную общих фраз речь о бедах Украины за последние семь с лишним лет о том, как Виктор Медведчук якобы дестабилизировал страну, создал организацию «Промень», которая должна была вербовать зарабоченных студентов с Украины. Проект направлен на влияние на внутреннюю и внешнюю политику Украины, в том числе путем формирования сети агентов влияния в Российской Федерации. Реализация проекта будет способствовать формированию на Украине общественного мнения в поддержку интересов Российской Федерации, лоббирования российских политических, экономических и других проектов. Группа депутатов Рады была готова взять коллегу под личные поручительства, но им отказали. Защита политика настаивала, законных оснований для ареста Медведчука нет. А вот со словами прокурора о том, что Виктор Медведчук не поддерживает действующую власть, народный депутат не стал спорить, напротив, согласился. Достаточно взять любой соцопроз за последние месяцы и посмотреть, как граждане отвечают на вопрос, правильным ли курсом движется страна. От 75 до 84 процентов считают, что Украина движется в неправильном направлении, и именно наша политическая сила, которая является крупнейшей оппозиционной силой Украины и второй фракции в парламенте, выступает против этого политического курса, заявил Медведчук журналистам. Тем временем у суда собрались украинские националисты. Требуя арестовать Медведчука, они попробовали прорваться в издании. Не смогли. Если бы на Украине уголовные дела заводились не по звонку, как в случае с Медведчуком, заведение бизнеса с россиянами могли бы судить, например, бывших президента и премьера. Ведь Порошенко и Ценюк через серые схемы контролируют торпот нефтехимзавод. До 2017 года был дочкой Лукойла, и каждый год из Волгограда и Перми на предприятии поставляли тонны бензина. Еще можно было бы пригласить в суд аграрного олигарха Андрея Веревского. Его компания Корнелл Групп до 2020 года была совладельцем зернового терминала в порту Тамани. Бизнес в Краснодарском крае не мешал Веревскому работать на Зеленского. В Верховной Раде предприниматель контролирует депутатскую группу доверия и регулярно поставляет партии власти голоса, которых не хватает слуге народа. Власть думала, что Медведчук поступит точно так же, как наша властная элита. Как только возникали какие-то проблемы, моментально убегали из страны и ждали, пока там все решится. А вот видите, Медведчук пришел и смело сказал, «Я не боюсь», комментирует происходящий украинский политолог Александр Потемкин. У судей после премьера нашлось немало вопросов к обвинению. Почему выбрали именно такую сумму для залога? Почему нет доказательств по описанным эпизодам? Суд отказался отправлять Медведчука в СИЗО. Решение – домашний арест. Мы будем сейчас советоваться с адвокатами, принимать решения в отношении того, какими будут наши последующие действия. И в плане дальнейшего проведения всех следственных действий. То, что сделано было по надуманным причинам, не мотивированные в нарушении законодательства, мы, конечно, будем опровергать, говорит Медведчук. Политика обязали сдать загранпаспорт, носить электронный браслет. Круглые сутки он должен будет находиться дома. Но бросать работу в оппозиционной платформе за жизнь Виктор Медведчук не собирается. Виктор Медведчук не собирается.